Первые соревнования по спортивному программированию прошли в Твери. За победу боролись студенты Тверских вузов СУЗов, а также курсанты Академии ВКО имени Жукова. С написанными программными кодами познакомилась Наталья Чекет. За 36 часов ребята должны разработать настольную игру, которая поможет улучшить знания в сфере информационной безопасности. В команде по 5 человек, каждый отвечает по разным направлениям. Кто-то рисует графику, а кто-то пишет алгоритмы. В плане командной работы я больше работал над бэкэндом, да, больше технической составляющей, как всё это будет работать, как это всё будет просчитываться и как это всё будет отправляться на клиент. В этом была суть моей работы. Обычному человеку, далёкому от программирования, сложно понять, что означают эти схемы и цифры. А для ребят это понятный им язык. Дания, на самом деле, мы считали, что очень сложная. Но когда мы через несколько часов провели такую проверку, как они его поняли, куда у них развитие идёт, оказалось, что все команды имеют уникальные и интересные идеи. Каждая команда, которая к нам пришла на соревнования, она что-то из себя представляет. Было интересно наблюдать, как они уже предварительно рассказывали о своих проектах. Программирование стало официальным видом спорта в России в прошлом году. Тверская область стала одним из первых регионов, где организованы соревнования в этой дисциплине. Первый чемпионат проходил в НИИ Центр программ систем. У нас в городе достаточно сильный потенциал, студенческий в том числе. И Центр программ систем взял на себя инициативу организовать студенческий чемпионат, чтобы выявить самых интересных, перспективных ребят, чтобы они могли почувствовать, попробовать свои силы, почувствовать, каково это участвовать в таких серьёзных мероприятиях. За специалистов в сфере IT сейчас идёт нешуточная борьба. Поэтому на таких соревнованиях в первую очередь хотят открыть таланты и сделать так, чтобы ребята продолжали работать в России. Начиная с такого момента, когда они только входят в такую профессиональную область, им предлагают интересные мероприятия для развития, сразу можно увидеть потенциальных ребят и предложить им интересные проекты внутри страны. Поэтому это целая инфраструктура, которая сейчас постоянно развивается. И наша область, если вы сейчас посмотрите в интернете, не так много областей, которые первые подобные мероприятия провели. Победа в региональном чемпионате позволит ребятам участвовать уже во всероссийских соревнованиях. Кроме того, как и в других видах спорта, участники могут претендовать на спортивные разряды и звания.